Можно повернуть микрофон? Украинские профессионалы, врачи, специализирующиеся на подобных пациентах, они уже в узких кругах давно диагностировали у исследуемого наркозависимость. В данном случае мы имеем дело с кокаином. Рано или поздно горническое заболевание переходит в ту стадию, когда оно становится очевидно для всех заметным. В данном случае по внешним признакам мы явно видим посредствия кокаина, то есть кокаинную зависимость. В первую очередь это видно по поведенческому признакам. Мы можем обратить внимание на то, что пациент регулярно потирает нос. Это реакция химического раздражения слизистой носовой полости. Мы наблюдаем у пациента реактивную гиперемию слизистой оболочки носа, которая вызвана устойчивым линитом. 95% случаев это свидетельствует о употреблении наркотического вещества пациента через нос. Так называемая инсуфляция. Таким образом кокаин попадает в организм. Поэтому у наркозависимых появляется привычка тереть кончик носа, регулярно прикасаться к нему, что-то поправлять. Это связано с эрозиями, которые образовались в носовой полости пациента. Из-за долгого и систематического употребления наркотического вещества. Следующий признак потребления кокаина – изменение голоса. Голос может стать скрипучим или подсаженым. В данном случае голос стал хриплым. А кроме того у пациента замечено покашливание. Передать нам этих вбивцей. Цих вагнеровцев. Они живут и с украинскими паспортами. Это большая проблема – паспортизать. При носовой суфляции кокаина он попадает в нос и глотку и вызывает раздражение нежной слизистой оболочки трахеи и бронх. Из-за этого у больного появляется то самое покашливание. И его мы можем наблюдать у нашего пациента. Совсем уважаем. Кроме того, это признаки длительного употребления кокаина. Кокаин употребляется с целью стимуляции центральной нервной системы. При этом он вызывает субъективно приятные для пациента ощущения, связанные с эйфонией, возросшими собственными возможностями, улучшением внимания, функций памяти. Появляются такие приступы активности, бодрости. Он может долго не спать, быть включенным в рабочие процессы. Но с развитием наркотической зависимости этот эйфонический эффект полностью нивелируется. Потом, когда мы понимали, что он, ну, как та история с Полуници. И мне кажется, тут самая такая ситуация, что он уже не является кем-то. Постоянная апатичная депрессия с ангидонией, то есть неспособностью получать удовольствие, становится для пациента обычным явлением. Та творческая активность, которая ранее возникала на фоне аркетического опьянения, меняется уже на полную апатию, бездействие. Но так как действие наркотика длится не такое продолжительное время, его необходимо поддерживать, иначе на смену эйфории придет апатия. Со временем приходится увеличивать дозу, что не проходит бесследно для самого организма и поведенческих реакций. Соматические изменения, которые возникают у кокаиновых наркоманов, представлены в виде перфорации носовой перегородки, о которой мы там говорили ранее. Не вряд ли трагичного нерву, сопровождающимся болевыми ощущениями. Кількість людей, которые могут сказать вам «нет», будет сравнивать приблизительно к нулю. Переконайте меня, что Верховная Рада не перетворится на РНБО, принимая сумнительные, с точки зрения законности и конституционности, решения, а быстрые и необходимые реформы потом не скасируют суды. Можете заспокоиться, этого не будет. Отдельно хочу обратить внимание на жесты пациента. В конкретном случае мы можем наблюдать неусидчивость, слепливость. Пациент регулярно касается бровей. Поправляет волосы, облизывает и покусывает губы. Проводит пальцами по лицу глаз. Моё резкое отношение к этому. Это навязчивые движения. Они наблюдаются у пациентов с кокаиновой зависимостью. Употребление кокаина также выражается на ухудшении памяти и функции мышления. Пациент регулярно запинается, забывает то, что, по идее, должен хорошо знать. Можете сказать, что пациент зависает. То есть последовательные процессы замедляются. Это является признаком кокаиновой абстинансии. В конечном итоге пациент срывается на окружающих. До Дня Незалежности мы должны сделать новый литок и показать всем, какими сильные литоки летят. Будем всех бомбить. Начинает действовать агрессивно. Кокаиновая абстинансия также обусловливает дистанцию. Для окончательного подтверждения этих наблюдений необходимо дальнейшее исследование биогенных аминов.